всем привет сегодня я покажу маленькую историю одного мотора и так это мотор от ки rio 3 поколения пробег у него 50000 и вот я сейчас снял крышку боковую масляную мотор естественно снят и вроде как все хорошо но я снял поддон и вот так выглядит поддон видимо золото намывали здесь все осталось это вот шатун походит еще наверно аж почернел еще раз ки rio 3 поколения пробег 50000 все тут разбито тут вот дыра такая нормальная дыра здесь вот тоже трещина и из-за чего это произошло перегрев нехватка масла плохое масло и все это в куче привело к такому сейчас я его разберу и покажу уже какое состояние внутренних частей и так первое я снял цепь натяжитель и в общем-то все здесь и что я увижу вот какая красивая трещина идет по блоку она идет сюда даже вот здесь стоечки она обламывает и идет вот до сюда красота разбирая дальше и так я снял головку и что тут видно четвертый цилиндр вроде неплохо 3 неплохо 2 неплохо 1 а первому первому клапана не знаю видно загнуло их я думаю видно здесь прижата здесь нет ну видно что и побила чуть-чуть всю плоскость короче клапана погнула свеча прижата цилиндры также идут там 4 сейчас закрыть не видно но здесь как видно все блестит а вот 1 1 это вообще капец просто сейчас я хочу увидеть поршень поршень найти куски его остатки взглянуть вообще на него все сейчас я располовеню откручу нижнюю часть коленвал сниму и покажу что внутри и так снял я нижний поддон эту нижнюю часть и конечно такого состояния просто трещины тут дырки тут разорвало все тут вот трещина тут удары шли тут все лопнуло тут просто дыра короче это просто кусок алюминия теперь с ним вообще ничего не сделать такого я еще не видел сердце мотором с 16 ладно лезем дальше ну тут пока особо ничего не понятно тут видно удары по блоку шли здесь пока нету вкладыш что на сейчас я уже откручу все шатуны вот один вкладыш валялся здесь погрызана есть сейчас сниму полностью колено покажу уже и так бог и колено когда бугеля сняты теплится надежда что все хорошо вроде здесь нет повреждений здесь такого тоже нет в общем все чисто пока колено не повернешь чуть-чуть после поворота понимаешь что стоимость этого колена примерно 10 11 рублей за килограмм не больше поэтому это в металлолом и так блока смотрел я ну как я уже показывал что там трещины идет трещина вот по седлу понятно что этот блок теперь тоже на металл это конечно подороже это алюминий но все равно очень обидно жалко и так итог с целого мотора fc 16 кирио да говорил не знаю 16 это мотор кирилл третьего поколения пробег 50000 от мотора сейчас осталось только три поршня вот они точнее не поршня даже три шатуна чуть они потемнели я их посмотрю потом вроде они нормальные это скорее всего угар главное что здесь не потемнели и так три шатуна осталось вот этот поддон головка сильно под вопросом очень сильно под вопросом и наверное я даже не знаю наверное все больше ничего не осталось ну бугеля не знаю кому-то нужны они или нет а все остальное это просто мусор все остальное это на алюминий вот еще вскрыл я этот насос на крышке чтобы показать как тут терла по сухому вообще просто по сухому терла тоже затерла все короче эта крышка тоже в мусор ничего тут живого нет даже вот здесь побила но куски попадали сюда летели с маслом короче крышка тоже в мусор к сожалению я не смог найти более крупные остатки поршня потому что ну их практически нет вот они вот в таком виде все куски поршни то есть они разломились и начали по стенкам туда-сюда где где это можно было где нельзя вот он поршень вот это наверное самый большой кусок из всех которые я смог найти все остальное это стенки в общем вот почему это произошло а произошло это потому что было масляное голодание у мотора тупо не хватало масла к сожалению кирилл как я часто говорил датчик давления масла уровне масса загорается уже когда все конец мотору когда уже последствия необратимые для него поэтому когда вы едете куда-то если машина стоит или часто есть неважно лучше раз неделю вытащить щуп проверить уровень масла потому что может начался масложор у вас вы этого даже не заметите и масло будет уходить уходить она может также вот через такую крышку это дефект конструкции я не знаю почему она часто не закрученные через нее масло сочится причем начать может это на любом пробеге там над 10000 как и на 140 тысяч это неважно поэтому уровень проверяете чтобы у вас не было вот такого надо следить за мотором никакая гарантия не поможет когда вы просто не следили за уровнем масла так что бережно относитесь к своей машине следите за ней будет все у вас хорошо ну а на этом сегодня все кому видео понравилось не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал и всем успехов и удачи на дорогах и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...